Всем привет, чуваки! Добро пожаловать обратно на канал Стэн Лютер. Друзья, как вы помните, в прошлой серии я на время завязался с криминалом и решил пойти на путь правосудия в ДПС. Сегодня я продолжаю свой путь по карьерной лестнице и вас ждет очень интересная спецоперация, а также патрули преследования преступников. Поэтому, пацаны, по-быстренькому лайк, подписка, колокольчик, комментарий и начинаем. Сегодняшний день у нас начался необычно, со спецоперации. Как я вам и сказал, все было так. Мы с Мигелем просто шли к автомобилю, чтобы поехать в патруль, но к нам приехал бандит. Здравия желаю, покиньте территорию. Мужики, у меня есть предложение для вас. Давай отъедем, а там расскажешь? Да, давай, я думаю, неплохое предложение. Ну вот, ехали мы, конечно, недалеко, но тем оно и лучше. Говори, мужик, только быстро, пожалуйста. Я состою в одной банде. Наши сферы влияния растут с каждым днем. Начало интригует? Ну так, слушаю. У нашего главаря большие перспективы. И аппетит. Он находится в федеральном розыске. Его два года не могут найти. Но я могу вам помочь. А смысл тебе нам помогать? И слухи, что он хочет убрать с банды меня и пару ребят. Вы его посадите, а я спасу свою жизнь. Ну, звучит на самом деле интересно, я тебе скажу. Ну давай, говори план. План Капкан. Сегодня в 16.00 мы выезжаем от маяка. Я буду его водителем. Вы начнете преследование, и я выкину его из машины. Ну, в принципе, почему бы и нет? Я так понимаю, мы в кустах должны будем вас ждать, пока вы выйдете из маяка и уедете? Так же? Да. Очень умно, очень хитро, очень круто. Слушай, я надеюсь, мы никак не можем пострадать. Потому что если там будет много народу, и мы можем взять вторую машину и людей. Не, нас будет мало. Не переживайте. Думаю, обойдется без огня. Я помысел понял. Тогда мы пойдем. Если что, встретимся еще сегодня. Нет, ты бы без огня. Погнали. Все, давай, на связи. Полетели. В принципе, почему бы и нет? Мы посадим крутого бандита, который в федеральном розыске. Еще и получим повышение, у нас вырастет зарплата. Поэтому я только за, почему бы и нет. Значит, слушаем, аллое, записывай. Что нам надо взять? В первую очередь, пистолеты. Во-вторых, М-ку. Третье, фотоаппарат, чтобы мы сдалека могли за этим всем наблюдать. И зафиксировать преступление. Взял бумагу и ручку. Вот так, да-да, записывай. Ну и что еще? И дубинку, и наручники. Ну и в принципе все. У меня дурдак есть. А то, что он у тебя есть, я рад за тебя. Оставишь при себе. Ладно, посмотрим. Хорошо, тогда дожидаемся полчетвертого и выезжаем. Мигель, будь аккуратен. Мы уже практически подъехали. Сейчас я посмотрю, где тот маяк. Все, я его вижу. Давай мне руль, тормози, 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 давай, тормози. Дай мне руль. Дали, перепутал. Рамсы ты перепутал. Так, ну, если они будут у майка и выезжать оттуда, то мы должны где-то хорошо встретить, чтобы мы сразу могли их догнать. Ну и, тем не менее, мы не можем слишком далеко прятаться, поэтому если машина где-то здесь вот за борком будет, то ее и видно не будет. И, в принципе, тут разогнаться вообще не имеет проблем. Только вот как-то правее, я думаю. Вот так, в принципе, вообще неплохо. Давай, Мигель. Так, сейчас идем аккуратненько. Я достану фотоаппарат и буду следить. Потому что по времени они скоро должны уже выходить. Опа, я вижу человека. Так, надо посмотреть, что там. Я, к сожалению, приблизить не могу, но я вижу там несколько человек, пацаны. Так, Мигель, давай спрячемся где-то за камнями и будем их ждать, когда они начнут выезжать. Все-таки это правда, пацаны, надо быть очень осторожным. Знаешь, что делаем, Мигель? Иди, сядь за машину, будь наготове, лучше сам. А то мало ли еще проблем из-за тебя будут. Ага. Все, пусть заведенный двигатель будет. Так, 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 так. Вот теперь, пацаны, аккуратненько надо следить за ними. Так, пацаны, я походу вижу какие-то машины. Сейчас я приближу это. Какие-то два черных автомобиля, если честно, я не сильно могу разглядеть, что за марки. Но, тем не менее, еще никто к ним не подходит. Опа, кто-то уже идет. Так, я вижу людей. Один человек. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Да ну, мы не справимся. Так, они садятся. Что-то там... Я не могу понять, что происходит. Че? Стрельба? Кого-то убивают? Че такое? Пацаны, там один мертвый. Все, они едут, они едут. А, бля, че ебал? Просыпайся, давай, там человека убили. Включай мигалки. Куда ты вниз поехал? Ладно, фиг с ним, езжай давай. Ай-яй-яй-яй, машина застряла. Пока никого не видно. У нас Шкода просто не может подняться. Разгоняйся давай, пока я тебе по щам не дал. Так, давай-давай, поехали к ним. Пофиг, я хотел их перекрыть, но я их не вижу. Вот-вот-вот, начинают выезжать. Давай, тормози, тормози. Вот она машина, давай-давай. Там еще одна должна была быть машина, не знаю. Может, она уже уехала. Тормозим, тормозим. Стоять. Так, он тормозит. Все, выходим, выходим, выходим. Он стреляет. Все, есть. Еще какая-то машина. Выходим из машины, выходим. Стоять. Я эту машину вообще не видел. Стоять, я сказал. Он не останавливается, Мигель. Стреляем по колесам. Стоять, стрелять буду, стоять. Все, все, все. Кабан, братан, кабан. Это то, что нам надо, как мы и говорили. Прыгай, Мигель. Все, я откишусь на него. Что это было? Там еще какой-то чил прячется. А вот-вот, Михаил, о чем мы и говорили. Тормозим, тормозим. Стой. Опа, он его выгнал. Все, стоять, стоять. Связываем его. Лежать. И меня правосудие вы арестованы. Встают, гад. Ляг обратно. Так, надели наручники. Сейчас поведем за собой. Не бей. Получай по печени. Давай, давай. Все, он за мной идет. Еще там один человек какой-то спрятался. Это, наверное, Михаил тот самый. Ай, блин, сори, Мигель. Ничего, сейчас назад сядем. Ладно, нам самое главное этого посадить. Просто я боюсь, что мы всех не вывезем. Знаете, что с вами будет? Ну и что нам будет? Рассказывай. Мои люди в вашей семье будут мертвы. Что? А ваши? Твой дом будет в крови. А твой? Замечательно, гражданин. Тогда я вас объявляю в розыск за угрозу сотрудникам ДПС. Увиди, вы умрете. Так, объявляем в розыск. За наркотики. Что там еще? Отказ предъявления паспорта. Что там еще? Неподчинение госсотрудникам. Ну и давайте угроза гражданину. Все-таки это правда. Ты кто по нации? Чучмек. Все, Глебанат, ты в розыске. Я тебя внес в реестр. Ничего, сейчас поедем. Отсидишься. Лет так 12. Я щеголка, Архар. Ладно, мужики. Давайте по чесноку. Давайте я дам вам взятку. По 50-ка каждому. Мне сейчас звание повысит за то, что я тебя арестовал. И посадил. И мне твои 50-ка не надо. Все, дядь, отлетай. Мне не нужны твои бабки и все остальное. А я хочу себе повысить. Ну, мужики. Ну, не надо. Тормози, Мигель. Что, что? Не надо меня садить. Ну, пожалуйста. Ну, давайте я вам 50-ка дам. Ну, пожалуйста. Такая, ребята, мне садить. Поехали. Сажай его. Мужики, ну, давайте я вам 50-ка дам. Пожалуйста. Друзья, надо меня садить. Ну, пожалуйста. Какие 50-ка. Мужик, ты вроде вор в законе, криминальный авторитет. Какие слезы. Успокойся, ты. Чей дом в крови будет? Чей дом в крови будет, ты мне говорил, а? Чучмек, блин. Иди, я за совами своими последишь. Вот он, его дружок, мимо проезжает. Он написал, простите, босс, так надо. Ну, и вы пожалеете. Хватит. Все, отправляем. Гудбай. Вы перестали сопровождать. А, 10 тысяч рублей. Его посадили на 720 минут. Ой. Да, Мигель, что только не бывает вообще. Да, Стэн, погнали следующих индивидуумов ловить. Ладно, если я говорил, что ты самый-самый, то теперь не ты самый-самый. Ладно, погнали. День номер 2, друзья. Мы с Мигелем начинаем нашу патрульную службу, или как это называется. Короче, мы будем сейчас тормозить людей, ну, как вы знаете. И кто не будет тормозиться, не предъявлять нам документы, то затем мы будем ехать в погоню. Оценят, чечи. Ты знаешь, что я стал немножко красивее, даже скажу. Опа, первый человек. Остановится, нет? Все, все, начинается, начинается, пацаны. Погнали, погнали, погнали. Значит, смотрите, он нас удирает. Мы сразу объявляем его в погоню. Так, ID, ID 73. Данный человек не находится в розыске. Тогда мы его объявляем в розыск. И теперь устраиваем погоню за ним. Так, друзья, я взял мегафон и начинаю кричать. Давайте, тормозите, мужики, тормозите. Все, мужик тормозит. Опа, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Еще один минут едет. Машина очень дорогая, вам скажу. Так, а что там нажать? Чуть не зашклиблись. Фиг знает, что они сказали. Здравия желаю, Андрю Тед, старшина. Добрый день. Будьте добры, предъявите ваши документы. А именно, паспорт и на машину документы. И расстегните ремень. А за рулем у нас Аленка. А мы его устроили за Димой. Так, давайте посмотрим на паспорт. Так, Аленка замужем за Дмитрием. А едет с Димой. Заметьте. Почему не останавливаемся? Игель, конченый, красивый. Если не ошибаемся, то единственный в этом свете. Это да. Девушка, зачем вы не остановились по требованию? Как только увидела, сразу остановилась. Мы выпишем вам штраф за неостановку у КПП. У меня видеорегистратор. У нас в машине тоже. Неподчинение сотруднику раз, тонировка два. Все, пацаны. Сейчас мы составляем протокол. Как вы видите в чате, вот это все объясняется очень грубым языком. Молодые люди. Так, выписываем. 124-му. Ну давайте на 10 тысяч рублей. 8.2. Все. Выписали штраф. Вы стояли без указательной палки. Палка была на месте. Хорошей дороги. Пацаны, я бы взял вот этот жезл, но проблема жезла в том, что как только ты садишься в машину, он у тебя из рук пропадает. И фактически ты не можешь с жезлом останавливать людей. Так, отлично, пацаны. Первый народ. Получил свой штраф. И мы едем дальше. Красивая девочка. Надо было с ней познакомиться. У нее муж есть. И с любовником ехала по-любому. Раз муж изменяет, значит со мной замутит. Лысая башка. Дай пирожка, блин. Буду любовником, да? Все. Стоим дальше. Вот, вот, вот. Все люди, которые едут, они все заворачивают. А вот первая машина. А нет, она тоже поворачивает. Никто не хочет мимо нас ехать. Опа, первая машина. Первая. Бэха. Бэха. Да поздно, поздно, Мигель. Блин, пропустили. Ты слишком поздно вытащил свою палку. Опа, вот на приоре. Все, на приоре не останавливается. Поехали, поехали. Давай, прыгай, лысая башка. Гони еще твою. Сейчас бы, чтобы мы его еще нашли, а то я его не вижу, куда он повернул. Вот он, вот он, пацаны. Мигель, объявляй его в погоню. Так, я вытащил мегафон. Прижмитесь, прижмитесь. Останавливаемся. Аккуратно. Блин, я еще... Я не застерил ремень. Отъедьте к заправке. Давайте не будем мешать потоку. Задним ходом. Давайте, давайте к заправке. Так, аккуратненько слезим. Главное, чтобы он сейчас деру не дал. Самое главное. А то он, смотрите, сидит, думает. Так, ладно, давайте мою машину тоже поставим туда же. Мигель уже начинает у него спрашивать документы. Снял ремень безопасности. Нормально. Парень с ремнем ездит, в отличие от меня. Вы же не цыган. Почему у вас золотые диски? Украли, небось? Гражданин, так как вы не остановились, когда мы указали Жезон на остановку у КПП, я вам выпишу штраф в размере 10 тысяч рублей. Или можем договориться за 4 тысячи. Так, так, так. Первая взяточка. Первая пошла, пошла, родненькая. Главное, чтобы он сейчас мне дал на руки. Так, 4 тысячи рублей. Блин, пока я по телефону говорил, стрелять по нам начали. Че это такое? Звонят, блин, со своими соцопросами. Не вовремя, а. Идем. Вот этот у нас летел. Давай, 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 тормози. Стоять. Стрелять буду. РП, где? Че, ебнутые, блядь? Че за джим, нахуй? Стоять. Едем, едем за ним, едем, едем. Вот он там вышел. Вот он, вот он, вот он, вот он. Ну и где РП, нахуй? Где? Остановите машину, блядь, а. Все делается под фрапсик. У нас тоже есть видеорегистрация. Ну, я знаю. И у нас есть на нашем видеорегистраторе, как вы нас улетели. Да, и у меня тоже есть, как вы. Но на РП ко мне подъехали, меня начали таранить. Ну, хорошо, в суде разберем все. Да, да, давайте. Вы видели, пацан, он у нас улетел? Садись со мной. Так, пацаны, выдаем ему розыск за неподчинение госсотрудникам. И отправляем в тюрьму. Одну звезду хватит. Вы в курсе правил ПДД, что когда врезается в жопу машины другой автомобиль, виноват автомобилист, который находится сзади, потому что он не имел достаточное расстояние между автомобилями, не соблюдал дистанцию для того, чтобы он мог остановиться. Я ехал с высокой скоростью, я ехал 60 км в час, я не успел увернуться. Ну ничего, докажешь в суде. Все, пацаны. Пацаны. Посадил я человека? Ладно, пацаны, все, хватит. Хватит. На сегодня. Под конец, конечно, мы хорошенечко получили от людей, я вам скажу. Но, тем не менее, это весело. Хотя мне намного веселее кому-то давать по роже, чем получать самому. Но, тем не менее, пацаны, я думаю, что мы достаточно для вас сегодня уже сняли. С вами был Стэн Людор. Еще и Мигель. Если вам понравилась эта серия, набираем 3000 лайков, выходит новая серия с ДПС. Всем спасибо за просмотр. Пока.